Давай, начнём. Давно-давно начал заниматься именно вещанием музыки. Мне как ведущему интересно. Всё нельзя рассказывать. Легко. Как это рассказать? Как это? Даже не знаю. Ты ни слова не расскажешь. Это правда жизнь. Хорошо. Твой первый опыт знакомства с электронной музыкой. Помнишь этот момент? Ориентировочно 75-76 год. Как это было? Ну, дали мне непонятную музыку на катушке послушать. Я сначала вообще не понимал, что это такое. Потому что, ну, пожалуй, сегодня сложно кого-либо удивить какими-нибудь шур-шур-бэр-бэр-цик-цик какими-то немузыкальными звуками и прочими вещами. А в то время было всё очень просто. Припев куплет. Два приклопа. Три приклопа. Три приклопа. Был рок. Была попса. И всё это было. Ну, в среднем 3-5 минут для вас песня. А тут включаю какие-то непонятные звуки. Какая-то вообще что-то непонятная энергетика какая-то на тебя идёт. Никакой ярко выложенной выраженной мелодии. И всё это длится, допустим, 30 минут на композиции. Вот. Но я был ещё очень маленький. Малыш понимал мне это. Я почувствовал, что это что-то моё. Но я не понимал, что это такое. Сначала приводил девочек в гости. Включал вот это. Показывал, какой я крутой, необычный человек. Вот. Ну, а потом как-то я тут наверно вошёл и не выхожу из него. Вот. Как-то так. А как на радио пришёл ты? Потому что очень странно, что для советского по тут временам радио такая программа. В 91-е, да? В 90-е. В 90-е. Ну да. Это была первая радиопрограмма в электронной музыке в СССР. Это была первая программа. Она выходила в 2 часа раньше? Нет. Или у нас? Смешно было. Дай Бог памяти. Или в 3, или в 4 часа дня. А, дня. Потому что я почему-то по ночам её слушал. Это ты не слушал. В 90-м году слушал? Нет. Но вот это я тебе про 90 год. А, это уже другая программа. Это та же самая. А в 3 часа на ранку в радио? Программа была в 12 радиостанциях. То есть уже в 90-м году на 12 радиостанциях? В 90-м году вышла первая программа на всесоюзной радиостанции для детей и юношек. Радиосмена. Это было... На кухне стоял какой-то трёхпрограммник, который включался в розетку радио. И там на третьей кнопке. Это было по всей территории СССР. Мы получали сотни тысяч писем. Вот отзывы, да, какие? Сразу лайк, 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 лайк. Ну там даже не лайк. Там было вообще. Перекос, там караул. Там писали, начиная с четырёхлетнего... А там же ещё какие письма были тогда? В конвертах, правильно? А, конечно. Это мешки. Мешки были. Писем. Самое юное письмо было от четырёхлетней девочки. А самое взрослое письмо было от шестидесяти четырёхлетней женщины. Это я запомнил. Это я запомнил. То есть там было всё очень просто. Как бы страна жила в информационном голоде, но, прежде всего, в музыкальном голоде. То есть вы не могли зайти в магазин и купить в каком бы то ни было виде, там, кассету, катушку или виниловую пластинку, например, группы ПНМ или АМ. Этого не было. То есть там были песняры, прочие дела, там, кино Советского Союза вы могли купить, там, сказки Пушкина на виниловой пластинке. Вот это и почта. Да, это вы могли купить, но никакой нормальной музыки, включая даже там, я не знаю, цирковую машину в Риме, этого не было. Не дефицит. Нет, вообще не было. Не дефицит. Этого не было вообще. Это всё имело, ну, как бы, нелегальный статус и, как все равно, всё привозили, виниловые пластинки, они привозились из-за границы. То есть был информационный голод такой, что мы сегодня даже не в состоянии себе представить так, как это было. Вот. И всё это по крапицам я всю свою жизнь как бы собирал. У меня были какие-то виниловые пластинки, какие-то катушки. У меня был один театральный знакомый. Вместе наработали, ой, дай бог памяти, для кого же наработали. Я работал видеорегиссёром, постановщиком великим. Я работал в церкви с наработками. Вот. И забыл, для кого мы работали. Ну, вместе мы столкнулись, он аранжировщик был. А он озвучивал детские спектакли. Этого радиостанта. Вот. Ну, и он как бы узнал про увлечение. Говорит, слушай, давай мы говорим по радио. Пойдём, расскажем музыку. Да, про эту музыку просто расскажем. Ну, планировалось просто как бы прийти и такое интервью. Типа, у человека вот такое хобби, он там занимается вот непонятно. Причём, ну, хочу заметить, что 99% людей в стране любого возраста об этой музыке не имели ни то, что ни малейшего, а её вообще просто не было. Это вот как, ну, мы же не знаем, какая музыка на Марсе, ну да, или в созвездии Кассиопе. Вот. Это было равносильно. То есть это было вот откуда-то оттуда, и это было очень, ну, необычно. Вот. Ну, и вот так состоялся первый эфир. То есть в качестве интервьюирования, интервьюируемого, и, как бы, ну, демонстрация какой-то музыки. Вот. И человек, который вёл эту программу, Аняка Людмила Николаевна, «Ладно, дай Бог и здоровья», она говорит, а давайте сделаем как бы программу вот об этой музыке, потому что, ну, это необычно, интересно, и она как бы, ну, это уже такой переломный был. В 90-е годы, потому что такое время по свободе было немножко с идеологией, потому что, если вы этого не знали, я… Перестройка. Нет, это ещё не Перестройка. Я не помню. Вот. Электронная музыка как таковая была запрещена СССР, если вы этого не знали. Потому что там формулировка, я дословно не помню, но я сам это читал. Нет, нет, нет. Там круть гораздо. Там было так, что эта музыка в состоянии человека оторвать от социалистической действительности и, типа, затуманить ему мозги, что он не будет думать о завтрашнем рабочем дне. Там вот такая формулировка была. Вот. Ну, и вот так появилась эта программа совершенно неожиданно. Я никогда в жизни не думал ни о каком радио. То есть я был музыкантом, я занимался музыкой. Вот. И как бы так получилось, что вот появилась эта радиопрограмма, которая звучала на всю территорию Советского Союза. Называлась она «Мандариновая волна». Мандариновая волна. Да. А как галактика появилась в «Back to the Universe»? Нет, но программа в электронной музыке была «Мандариновая волна», то есть «Tangerine Wave». Это сродни «Tangerine Wave», если знакомо слово. Вот. Потом появилась программа «Back to the Universe» и третья программа у меня называлась «Stellar». Да. Три программы были. Ну, я как раз вот «Back to the Universe» застал. Ну, это большинство. Эмбиенты слышал. Ну, все правильно. По тем временам действительно космическая это настоящая музыка была завораживающая. Согласен. Согласен. Сам шутерки копаю. Конечно. Учитывая тех лет. Да сегодня. Даже сегодня, если играет Клауд Шульц и «Единица» там знают. Нет. Но сегодня ценность и магия музыки потеряна из-за того, что ты два раза кликнул и скачал там «Вестный Центр». Мышка кликнул, учу дискографию. Оно тебе как досталось, такую же ценность оно для тебя и представляет. Ну, я говорю, если тебе сегодня 17 лет. То есть, ну, вот ценность музыки не именировалась. Ну, вот моё мнение. Я даже слышал такое мнение, что, ну, вот современные диджеи, они говорят, что музыка там в диджейских боксах живёт там один раз. Один трек сыграли и в большом счёту такая масса новой музыки, что он теряется потом в гигабайтах. Может быть. Как вот это описать, да, что вы говорите? Нет. Трудно было достать музыку. Я знаю, что даже покупали пиранские записи, там перепродавали. Другому было такое, что… Я об этом могу рассказать другому. То есть у нас пиранские не покупали, не перекупали. Я тебе рассказываю, как это было. Если это интересно, конечно. Может, гружут люди это здесь? Нет, нет. Вам это сложно сегодня представить, потому что… Вы живёте сегодня в совершенно фантастическом мире, вы просто этого не понимаете, это для вас сегодня просто обычно и обыденно. Люди меряют свои фонотеки терабайтами и говорят, у меня там 50 терабайт моя фонотека, а у меня 150, но… Когда, повторюсь, если вы меня услышите и поймёте, вот как эта музыка досталась, вот такую же ценность она для вас и представляет всего. К сожалению, это так. Я рассказываю, что такое был меломан, ну, например, в 75-м году. Человек, который слышал не только песни «Весёлые ребята», которые показывают по двум каналам телевидения. Телевизору было два канала. Два. Это в лучшем случае. А были районы, типа, просто один канала из Москвы и всё. В 24 часа страна, вся страна, она засыпала. В полночь. В полночь. Всё. Завтра на работу. Завтра утро в 6 утра. Все радио выключалось. Выключалось радио, выключалось телевидение. Вся страна ложится спать. Всё. До свидания. В магазине не было ничего, по телевизору не было ничего. По телевизору, единственное, показывали на Новый год, какие-нибудь часов в 5 утра, когда уже все спали, в зарубежную эстраду, концерт «Зарубежная эстрада». И там вот могли показать какую-нибудь, ну, что вам так было понятно, какую-нибудь типа Мадонны. Ну, какую-нибудь горемую попсу. То есть никакую, не дай бог, не альтернативу, а совершенно какую-нибудь просто попсу. И вот все они спят в новогоднюю ночь, чтобы посмотреть этот полчасовой концерт. Потом была программа «Международная панорама». И вот там не каждый выпуск. Она выходила в воскресенье, как сейчас помню, в 6 часов вечера. И вот все прогрессивное человечество, молодых людей имею в виду, все сидели и смотрели эту панораму. Концерт «Международная панорама». Могли показать, заостряю ваше внимание, не клип какой-то целиком, не кусок концертного выступления, а, ну, скажем, секунд 30, может быть, минуту. Могли показать каких-нибудь «Смоки», какой-нибудь «Свит», там, ну, что-нибудь такое. И вот потом вот все люди неделю обсуждают, кто там в чем был одет, какой он взял аккорд, как он там кричал. То есть это был такой культурный шок. Был для человечества. На самом деле это было так. Музыку привозили то ли зарубежные студенты, это арабы, которые учились в нашей стране, и весь соцслаб. Венгры, гадыряровцы, чеки, вот это все. Они привозили, в среднем, виниловая пластинка. Ну, например, скажем, там, АПА, да? Например. Ну, все знают, да? Я не о ЗАОМе говорю. Вот, значит, средняя зарплата, средняя зарплата была порядка 120 рублей в стране. Кто-то получал 200, но в среднем все получали, я о порядке цен не могу это понимать. И вот пластинку тебе привезли, например, там, Алжирис какой-нибудь. Ты ему заказал, он тебе привозит. Пластинка стоила 80 рублей. Больше зарплаты. Не больше. Нет, больше половины зарплаты. Больше половины зарплаты, совершенно верно. Вот. Откуда складывалась такая цена и как это происходило дальше? Значит, я покупаю эту пластинку за 80 рублей. Там переходит, например, стена, как только в 79-й год. Пластинка стоила 200 рублей. Вот эта планета. То есть, грубо говоря, 2 месячных зарплаты. Я покупаю эту пластинку. У меня дома стоит кассетный катушечный магнитофон. Вениловая вертушка. И нелегально я переписываю этот диск на катушку, на кассету. Ты приходишь и покупаешь у меня. Вот эту кассету с записью. Либо катушку. Либо катушку, да. Записать одну сторону катушки или кассеты, ну это тогда альбом в среднем длился 45 минут. Вениловая пластинка. Это стоило 5 рублей. Понимаешь? Это вот. Вот так. Вот так. Я тебе ответил. Я был, потому что мы у нас... Мы слушали тяжелый рок. И там была так... Катушка проездом через Казань ехала в Миас. Там такие рокеры много живут в Миас. Ничего удивительного. Я совершенно четко помню, как, например... С утра, даже скажу, с утра приезжал поезд. Он стоял часа три в Казани и уезжал. За эти три часа быстренько брали эту катушку. Платили рублей, ну, 70, да, вот, за эту запись. Переписывали быстренько катушку, пока поезд не ушел. Отдавали катушку обратно к проводнику. Он ехал в Миас. А мы уже приходили к тому, кто переписал. И за 5-6 рублей переписывали на кассеты их катушке. Это был где-то 85-й год, 86-й год. Ну, тогда было немножко по-другому. Вот представьте, жара на улице градусов 40. Где-то там. Лето. И вот от моего города в другом городе я так иду ехать рейсовым автобусом часа полтора. Я не помню, сколько километров. Вот человек принес у него там альбом 77-го года. Он привез винил группы «Квинн». В 77-м году новый альбом группы «Квинн». Ты берешь в руку катушечный магнитофон, который есть килограмм 20. Во вторую руку берешь пакет с пустыми катушками. В этой жаре, в этом автобусе едешь туда. Хватит ему 5 рублей, чтобы списать виниловые пластинки. Так вот, вы представьте мои ощущения, когда я вечером, уставший, убитый, напрочь. Приезжаю домой, ставлю этот магнитофон и включаю этот новый альбом группы «Квинн». Вы можете себе представить, какие у меня были ощущения, какой я испытывал кайф от того, что… И причем этого не было вообще нигде. В моем городе ни у кого. Вообще этого не было. Вот так доставалась музыка. Причем доставалась она тем, кто ее искал, кто ее ищел, кто ее хотел. Соответственно, вы понимаете, там диджеи уже пошли чуть позже, но то же самое происходило с виниловыми пластинками. В конце 90-х годов, когда, допустим, мы ездили в Москву, и дело было так, что там были виниловые магазины, там музыкальные пичи, потом дискоксин до этого. И когда приезжаешь, они говорят, «А есть новая музыка?» «Да, вот, тут все новое. Выбирай, что хочешь». Ну, естественно, мы ничего не знали. Выбирали, выбирали. А потом приходил, вот на моих глазах приходил Санчес, и они говорят, «О, Серега, привет! А это для тебя?» «Совершенно новая музыка». И из-под прилавка достает ему коровку. «А ну что там?» «Посмотри». «Нет, это только для москвичей». А сейчас вы понимаете, что редкие там какие-то релизы, но они, если только сами музыканты, наверное, вам будут присылать, и то они проживут там месяц, два, а потом мир, что будут издавать. А про музыку. Ты был музыкантом. Что это? В каком стиле? Бандура, цинбала, гитара, клавишные. А стиль? Какой стиль? Начинал это вообще в детстве. На бандуре там играл украинские народные песни. Ну и на профессиональной стиле играл. Много скил. Хорошо. А сейчас музыкальное творчество продолжается? Творческая пауза. Я уже полгода делаю свой сайт еще. Что? Сайт? Сайт. Я делаю архив старых радиопрограмм. В общем, я работаю днем и ночью, не похладая богу. Зачем не знаю, надо делать. Да нет, как это. Это как хранилище знаний, энциклопедия музыки. А сейчас нет радиопрограмм, там желаний на радио вести. Сейчас можно подкасты делать, там в сеть выпускать. Ну, по поводу интернет-радио это как-то не совсем мое. Мне, скажем так, просто не совсем нравится. Я бы согласился на прямой эфир. Вот. Прямой эфир пока никто не предлагает, пока не странно. А подкасты и просто интернет-радио это все в записи. Ну, не знаю. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Живой эфир. Ну, конечно. И вверх в записи он мертвый. Он мертвый. Любая запись это уже мертвый. Живой эфир предпочтительный. Даже если ты заранее записал музыку, но потом когда ты про нее рассказываешь, это совсем другой фир. Само состояние живого эфира. Радио это не так. Согласен. Все эти подкасты, ну, можно пойти на моде как-то там. Я вот делаю, у меня будет сайт, там будет, ну, более тысячи часов моих провел. Более тысячи часов. Вот. Можно скачать, уехать, жить в деревню. Не слушать до конца. А вот Горохов, знаком тебе такой персонаж? Успросвет? Нет. Знаком, но обсуждать не буду. Нет? Я с ним не знаком, но у него тоже какие-то проекты были там. Ну, я не хочу обсуждать. Я об этом когда-то говорил, даже по моим своим радиопрограммам. Потому что книгу, которая... Это очень такой персонаж, не знаю. А, да я просто... Скоро. А ты книгу не читал? Возьми, почитай. Нет, я... Книга эта громко сказана. Я тоже сейчас пишу книгу. Но в связи с сайтом у меня. Пауза так. Такой набор эссе. Просто человек живет в Германии. Работает на Deutsche Welle. Лично знает всяческих музыкантов. И он выписывал типа книгу. Но кто читал, тот... Музыкантам не очень относится, я так понимаю. Да дело не в том, как он относится. Дело в том, что он... Понимаешь, это поток разрозненной информации, не имеющий ничего... Это, знаешь, как бы набор каких-то... Взять статьи и объединить в одну емкость. И сказать, вот я книгу написал. Ну, в общем... Понятно. Не важно. Люги молились, потому что люди лишены информации просто. Это... Он когда это сделал? В 90... Ой... В 2000... Подожди. В 2003 или 2004 эта книга вышла. Да. Почему там на него спросили? Переиздавались. Я недавно прочитал статью. Он беседовал с одним шведским звукорежиссером. И он задал ему такой вопрос. Веришь ли ты в то, что все электронные музыканты обманывают себя, когда считают, что они изобретают новое звучание посредством компьютерных программ. Так как все звучание, чтобы они руки не крутили, уже запрограммировано тем программистам, которые делали эти программы. Вот. И... Столь шведский... Ну, какой-то музыкант известный. Не музыкант, а звукорежиссер в большой студии. Он сказал, что да, там... Любые там... Я плохо разбираюсь. Я не музыкант. Там паттерны или какие-то там пресеты. Они, говорит, заранее уже прописаны. Это просто иллюзия, что ты изобрел новый звук, там, новое звучание, наложил на его фильтры. Вот. Вот это мне не понравилось, потому что все это чушь. Да. С другой стороны, я как пользователь слушаю электронную музыку, и мне же нравится, и я вот что-то новое для себя нахожу. Я не думаю вот этих пресетов, заготовков и так далее. Я все равно, что говорю, что есть и много, и уже ничего больше не изобретешь. Ну, просто, как вы говорите, в электронной музыке она в корне отличается от акустической, у нее совершенно свои задачи. И электронная музыка изначально, она, это работа над звуком, это больше наука, чем искусство. Вот, если кранка, то вот так. Да, это наука, это научно-исследовательская работа, ведь электронная музыка появилась из экспериментальной музыки, понимаешь? Нет. Это были эксперименты со звуком, они к музыке не имели никакого отношения. А история тогда, какова? Электронная музыка появилась в конце 19-го века. 19-го? Да, у меня есть статья электронной музыки 135 лет. Я не хочу сейчас это пересказать. Будет у нас, есть на сайте, ну, будет на сайте. Будет. Все прочитать можно. Отлично. А твое творчество, как диджеки, карьера, когда стартовал, почему-то решил, что хватит писать, вот, я хочу еще дать людям возможность потанцевать под музыку. Мне просто интересно, ну, как музыкант переходит в диджейство. Не знаю, как-то само собой все пошло, я даже об этом не думал. Первую дискотеку я сделал в 1970-е, посмотрел. Ого! Я почему-то думал, что ты в 2000-е начал играть, нет? В 75-м году в школе. В 68-м. В 68-м. Это была первая дискотека в Донецкой области. Официальная. Не студенческая, закрытая, где там, в институте. Разрешенная. А городская, размешенная, в горковом парке, там, со всеми пирогами и делами. С лицензией. Абсолютно. Тогда словно кипнет. Как это? Цензура, да, тогда? Было, да, такое, что говорили, что вот эти треки можно и... Не говорили. Это был список. А, список. Рекомендуем вот это, запрещаем вот это. Это был... Кто там отслеживал, да, это? Нет, практически никто это не отслеживал. Это было для галочки, но это было. Классно. Когда мы... Транс не играть. Какой транс? Какой транс? Откуда эти слова такие... Если сейчас там представить это... Просто... Вот расскажу. Нет, не транс не играть, а вот конкретно Васю Булкину играть нельзя. Это можно, а Васю нельзя. Определённых исполнителей. Просто я расскажу. Мы не так давно были на форуме, который проводила администрация Татарстана, антинаркотический форум. И они когда узнали, кого мы представляем, то есть наш лейбл организовывает тоже крупные фестивали, в том числе и трансовые. И мы привозили как-то infected mushrooms в Казань. И вот там поднялся один из представителей МВД и он сказал, о каком там развитии антинаркотического движения можно идти речь, если вот эти ребята и есть пропагандисты на анкотику. Ну как же? Вы же инфицированных грибов привозите для нескольких тысяч человек. Вы затмеваете сознание транс-музыкой, а ваши строгоскопические эффекты способствуют развитию каких-то заболеваний и так далее. Но ничего не меняется просто. Да. Раньше джаз гоняли, потом рок, а сейчас электронный. Ну, если так глобально говорить, то джаз находится в андерграунде, а клубная танцевальная культура в этой стране, я имею в виду экс-территория СССР, она глубоко в андерграунде. Её просто нет. Её нет в СМИ, её нет в НИГЕ. В смысле не в России? В России. А, в России. У нас этой музыки её просто нет, понимаешь? У тебя поэтому... Есть Валерий Милат здесь, Анна Пугачёва, понимаешь? А клубная... Диджейк-групп. Да, диджейк-групп есть. А вот что там происходит по началу, в каком городе, в каком-то там клубе, ну что-то там происходит. А что там происходит, никто не знает только. А в других странах по-другому? Да. Я вот только, мы сидели, я рассказывал, кто очень кручайший телевизм был, и идёт прямой репортаж Карл Кокс, 4 часа. 4 часа. Без комментариев тупых, дежёвых, без вставок, без ведущих. Вот просто показывают, как работает звукорежиссёр, как световики работают, как Карл Кокс работает, и показывают танцующую публику. Всё. Прямой репортаж. Поэтому там народу много. На раю. У вас в Казани показывают, что я приехал сюда? Вот и всё. Даже в России не показывают. Нигде не показывают, я об этом говорю. Её как бы нет, понимаешь? Underground, самый настоящий. Хотя. А даже в Казани, знаете боже, это будет выжимать к нему. Выжимаем к нему. Продолжение следует...